Всем привет, всем доброе утро. Ты что, за пиджаком пошла? Нет, за ледглосом. За блестящим? Нет. А что так? А то Сабрина говорит, надо еще ногти успеть хотя бы один раз сделать блестящие. Она, по-моему, в пятницу собралась делать эти маникюры. Так, куда мы едем? Мы едем с Сабринкой в город. Мне, честно, мне ничего не надо. Ну, Сабрина сказала, поехали. Ее пригласили на день рождения. В пятницу день рождения или в субботу? День рождения у тебя в пятницу или в субботу? Ну, с пятницы на субботу, да? Ее пригласили с пятницы на субботу, на день рождения. И, ну, она говорит, пойдем что-нибудь выберем в подарочек. Я говорю, ну, пойдем, у ней там есть идея. Ну, я не знаю, может быть, она вам потом покажет свою идею, что он там сделает. Не буду пока говорить, потом посмотрим, что у нее получится. Ну, ты скоро? Ты меня зарослешь. Да, нам еще нужно на почту заехать. В общем, тем, кому послала фотографии и сказала, что вышли ваши заказы, сегодня они уже пойдут по адресам. А, знаете, что хотела я вам сказать? Я-то думала, я уже расквиталась с этими костюмами-то фигурного катания. Послала все фотографии, за качество все одобрила, ей все понравилось. В общем, все, в принципе, как всегда. Я уже сказала, что я ей костюмы шью уже, ну, наверное, лет, ну, не знаю, может быть, лет пять-шесть. Да, мы еще в Манхайме были, я начала ей костюмы шить. А мы здесь уже с октября месяца, по-моему, уже три года, или если не четыре. Нет, три, наверное, как мы с Манхаймем вернулись обратно на родину. И она мне говорит, Таня, мне еще нужно жилетку для мальчика, еще другого качества штаны. Ну, видно, она показала тренеру. Тренеру, может быть, не понравился этот материал. Но это просто она хотела в этом, в таком велюре, в костюме шить, не дергайся. Мне запрещили петь Валера. Ну, ты спела, да? Смотри, ты вроде за пиджаком ходила. Слышишь, пиджак одень на улице прохладно. В общем, ей видно что-то там, может быть, тренер сказала. И она сказала, что она хочет еще одни брюки. Теперь в такие, как, ну, как из правильного материала, как из лайкра, да, такой штук. Ну, как все костюмы шьются для фигурного катания. Как, в принципе, я и девочке шила платье. Потом она сказала, что она хочет новые перчатки. Ну, еще одни перчатки. И это она еще, конечно, это будет не так, что она, например, это она не хочет, а хочет она теперь вот это. Нет, она просто еще заказала, еще дополнительно сделала заказ. Вот я что-то не спросила на эти коньки. Наверное, она тоже хочет новые, надо будет ее спросить. Но это шить полчаса. Это не так страшно. Поэтому я сегодня с утра заказала еще материал. Да хватит дергаться. Дядя, не видно. Тебя видно, вот так только телефон. Нет, никто не видит. Твои руки видны. В общем, теперь мне нужно дальше будет ей шить. Но я сказала, что так быстро я теперь не сошью. Но, помните, я вам говорила, что она сказала, что они 6 октября первые соревнования, поэтому я так и торопилась. Теперь она сказала, ну, мы на первые соревнования теперь по-любому не успеем. Но хотя, если бы я сейчас отослала, вернее, еще в понедельник бы отослала костюмы, то все бы нормально успело бы дойти. И, ну, я посмотрела по интернету, сколько идет посылка. В общем, знаете, она как там, она не живет в Швейцарии, но посылки получают на территории или Германии, потому что, ну, это недалеко, или на территории Австрии. Поэтому, а почему, сейчас вам скажу, потому что, во-первых, это немножко дешевле сама пересылка, и не надо проходить таможенный контроль. Вот еще почему. И так для нее удобнее, чтобы еще эта посылка там, ну, на таможне где-нибудь не застряла, там не знаю, сколько дней. В принципе, она бы, конечно, прошла, но из-за того, чтобы время сэкономить, скажем так. Поэтому, а может быть, ее там заставили тоже какие-то проценты платить, знаете, как налог какой-нибудь. Я не в курсе. Может быть, поэтому она так и делает. Ну, как ей удобнее, мне, в принципе, все равно. Ну, так что, теперь, а, я посмотрела, когда я в том году девочке платье отослала, я отослала в начале ноября, значит, первые соревнования какие-то у них, наверное, ну, может быть, не первые, но следующие, я так подозреваю, в ноябре месяце, поэтому она сказала, что нужно ей еще дополнительно сшить. Я теперь не знаю, как я буду делать, то ли я полностью все будет перешью, потому что мне, в принципе, вот эта жилетка не сильно нравится. Если будет, Тёма, в принципе, возьми, пожалуйста, еще вот это. Ну, в общем, буду шить, но там уже будет, наверное, не совсем много, хотя... Ну, короче говоря, что сошью, то покажу вам. Ладно, все, поехали. Мы уже в Ашафа-бурге приехали в магазин. Я сейчас себе закажу вот такой салат. С кюрбиса. Такая сосредоточенная. Мы заказали два салата за квартиру. 23 поэра. Все, Сабрина пошла, сейчас принесет нам салатики. Депо, все, 50-60 процентов скидка. Салат. Да. Салат. Депо, все, 50-60 процентов. Да. Я так немножко сейчас пробегу. Салат. Депо, все, 20-60 процентов. Салат. Депо, все, 16-60 процентов. Да. Много. Да. мы сейчас а в линках дым здесь уже нарядили елочку ну скорее всего потому что уже продают рождественские календаре даже девочка покажу туши девочки вот это вот уж стоит 395 очень очень хорошее между да надо я с дорогой перешла на вот эту дешевую и очень очень довольна а я знаю я недавно только купила я поэтому не буду что ты хотела было я вам не сказала это магазин дм ну в росмане тоже есть это от катрис смотрите как все красиво задекорировали красным этим физалисом пришли посмотреть что здесь есть интересные но сабрина сразу убежала к сваровске и и сваровске больше нравится над этой сваровске блестят лучше я без очков хорошо не вижу так что потом дома еще раз смотрю если честно сказать я тут что-то ничего такого не приглядело что мне так могло бы понравится сабрин как говорите что мы купили абсолютно ничего за парковку заплатили три ойла нормально и дорого да мы приехали в экшен чань посмотреть красивая но не в принципе мы приехали за коробкой к собрине может она ее не забудет купить потому что там везде не было какие шкатулочки зеркальные цвет такой прикольный понюхала вкусно пахнет нет вот эту понюхай красный 8 раз стоит как нет девочки смотрите в экшене есть как у нас помните раньше была в свою в казахстане ну в ссср короче лана которая нашли брызгали юбки чтобы к ногам не прилипало 3 ойра стоит 2,98 просто я раньше нигде ее не видела такой антистатик смотрите какие красивые елочные игрушки сколько такая у нас стоит где есть цена а вот тут наверно где внизу ойра 29 наверное вот кому золотой цвет нужен красиво ну это кто вообще любит всех цветов папки девочки сабрина увидела что здесь бензин подешевле развернулась и теперь мы здесь в очереди стоит я посмотрела у нас в деревне ойра 90 стоит бензин здесь сколько ойра 78 до а дизель сколько увидела нет 183 дизель ну постоим заправимся подешевле ты сразу полный заливай да я хорошо помыла этот белый гриб смотрите я его разрезала но и решила вам показать ночью я сейчас его заморожен потом когда буду варить супчик или жарить картошечку не знаю может быть но пока положу в морозильник может быть сегодня вечером пожарю картошку с таким грибочком все остальные по вашим рекомендациям быть все вот такой мешочек у меня получился я когда в том году собирали как мы собирали в том году прибы я вот эту губку удаляла мне на принципе не очень нравится но мне сказали что ее удалять не надо в этот раз оставила так ну грибочки лучок картошечка я думаю будет девочки всем привет всем добрый день это продолжение вчерашнего дня вот какая у нас погода была вчера и сегодня прям все пасмурно и намного намного стало прохладней сейчас у нас на улице плюс 16 градусов но очень без косточки уже так это прохладно на улице я поехала в магазин мне просто необходимо у меня закончились яйца у меня закончился хлеб у меня полностью пустая моя вот эта чаша где у меня хранятся овощи 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 тоже где у меня хранятся фрукты в общем ничего дома нет вы просто шаром покати там пару кусочков сыра пару кусочков колбаски но масло есть масло у меня есть всегда в холодильнике и в холодильнике и в морозильнике девочки знаете что хотела вам еще предложить короче говоря карина тоже надумала продать свою кузину тоже хочет термомикс в общем кто хочет мне в прошлый раз много человек писала но я уже к тому времени написала девочки мои хорошие термомикс мой моя кузина уже правда и на тот момент карина еще не хотела продавать свою кузину а теперь она мне говорит на может и попробуешь кузину продать на своем канале в общем я бы ну ладно попробую я не знаю может кто еще захочет может быть не захочет в общем не знаю оставлю как всегда мой номер телефона в первом закрепленном комментарии в общем если у кого есть интерес то пишите звоните но лучше конечно пишите короче я уже так жду 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 никак не могу дождаться свой термомикс уже эта неделя уже пошла вторая неделя не с эта неделя а со вчера чё у нас сегодня среда короче нет сегодня у нас четверг четверг правильно в общем я в среду на той неделе в среду я купила термомикс пошла вторая неделя мне обещали в течение двух недель прислать но там посмотрим правда меня уже предупредили что может иногда быстрее на приходит прийти посылка иногда дольше приходится ждать ну ладно ничего страшного дождусь так в общем ладно в общем у кого есть интерес еще карина на кузине у нее такой же набор как и у меня мы покупали с ней вместе но одновременно и в общем у нее тоже есть эта книжка которую помните я вам показывала с рецептами и вот это сама чаша которую называют я так поняла варома у нее эта чаша тоже но короче говоря полностью все в наборе все что должно быть всего есть меня как-то спрашивали насчет функций кузины но все функции которые там она должна выполнять она выполняет посмотрите в интернете она жарит варит варит на пару просто варит на пару варит что она там еще тесто замешивает вот самая классная функция когда замешиваешь тесто кстати мясо я тоже там как-то поджаривала в принципе тоже нормально в общем как-то так ладно все а я еще не взяла сумку для закупки беру сумку и едем закупаться но в общем у кого есть интерес еще приобрести кузину в отличном состоянии и кори так то пишите мне как я уже и сказала на ватсап на улице как я и сказала похолодало прям такой даже ветерок все пасмурно затянуто сабрина уже тоже уехала на работу я с утра работала а я не убрала наш контейнер от пищевых отходов у нас сегодня забирали пищевые отходы и уже не буду сейчас выходить из машины уже потом приеду домой закупочками потом беру контейнер на место ну все поехали закупаться все девочки закупилась почти на 80 аэро сейчас покажу вам что купила грибочки такие в этот раз коричневые шампиньоны нашла ту поляну но мне эта поляна не очень нравится мне нравится другая поляна кто-то написал в комментариях я бы лучше вообще в лес не ходила лишь бы но если не знаешь грибов девочки если не знаешь грибов уже когда-то учить надо тем более что у меня есть очень большой интерес к этому так что не переживайте просто так грибы я есть не буду я буду готовить только те которые в которых сама сто процентов уверена моё молоко само главное что у меня дома никого нет мне придется самому разгрузить машину но я возьму только то что нужно там холодильник а остальное потом володя придет вытащить разгрузит это дети колбаску яйца простое молоко потому что дети когда приезжают они пьют но они едят молоко вернее они едят келок с обыкновенным молоком это для меня и для сабрины мы с ней вдвоем такое молоко сейчас пьем а детям например там кашу сварить ну нужно обыкновенное молоко хлеб красная рыбка недорогая прям сегодня было 1499 килограмм я взяла сейчас заморожен а потом завтра достану разморожу и засолю собачкам кушать смотрите купила кошкам сейчас со скидкой короче вот этот мешок сколько здесь 3 килограмма 800 грамм стоит 999 кота в общем коты жрут намного больше чем собаки вот я вам говорю не есть чем с вами так еще одна колбаска вот такое мяско было сегодня со скидкой морковку чеснок такой соус баланьеза но у меня дети любят макароны весь таким соусом с томатным но не полы нет софи любит колбаску вот такую вот я люблю эту колбасу и редко себе на ее покупаю так как я любитель яблок в этой семье яблоки это тоже мне это как в том кино это мне это мне это тоже много это дети это тоже детям паприка сейчас по приложению что-то дешевле ура 29 что ли полки помидорки вот такие 27 еще одну баланьеза такой сыр саврина любит вот такой творог у нас по крайней мере в нашем магазине он сейчас со скидкой нормальная цена у него ора 99 сейчас ора 69 мы все и землю я взяла такой маленький мешок мне надо мне нужна земля а еще никто не купил поэтому мне нужно чтобы там посадить кое-какие кое-что пересадить все отвожу тележку назад и домой и еще вспомнился мне что-то такой комментарий такая он а нет строит из себя такую умную да не строю я себя не умную не тупую я строюсь я такую какая есть они знают что грибы растут только после дождей знаю очень уж мне хотелось сходить за грибами кстати видео я это это и сказала что я тоже прекрасно знаю что грибы растут после дождя а если потом еще и солнышко землю пригреет то еще лучше растут грибы просто понимаете не все так складывается как вы думаете вы видите только я не знаю но 20 процентов наверное от моей жизни что там в этих двадцати или там в тридцати минутах можно рассказать или показать вы же но все равно все полностью это не видите не знаете и есть и проблемы есть и как и как и в любой семье пока кто володя работал вернее то володя работает я уже говорила что я в принципе боюсь идти 1 в лес я не запоминаю иду нет если только идти так то пан под над дорогой то все равно ничего не найдешь ну толку тогда ходить за грибами что если ничего не найдешь но я может быть попробую как-нибудь одна съездить главное чтобы далеко не заходить во первых я все грибы которые брала я их проверила через google я их фотографировала это конечно намного дольше длилась но между прочим не сказали оставить только один гриб именно те грибы которые взяла я было написано что они съедобные но какие-то было написано они не очень вкусные на вкус какие-то я вам говорила что там написано было что снять верхнюю вот эту водку верхнюю кожицу гриба не знаю как правильно назвать и что тоже можно использовать в пищу какие-то грибы вот эти дождевики между прочим там их было очень очень много вот таких вот маленьких а мне написали что маленькие они даже очень очень вкусные но мне как то вот сама форма не очень нравится вот просто даже как-то сама по мне нужно чтобы гриб был грибом а между прочим тот тех грибы которые волосы нашел я посмотрела всего один гриб я не стала его грибы смотреть а посмотрела только один гриб который вы знаете вот которым слова смотри какой красивый грибочек кстати я про его прочитала я теперь не скажу как он называется у меня почему-то все названия грибов выходит на немецком языке а там такие или я не знаю там такие сложные названия первых вот такие длинные атаку не могу запомнить ума не хватает и то что вот володя гриб нашел знаете он такой был вот он был белый но с такой легкой зеленоватой но такой оттенок у него был легкий зеленоватый вот я кстати зеленовато-желтоватый такой прям такой ядовитый оттеночек у него этого гриба между прочим я потом прочитала и мне просто интересно было но я сразу сказал что-то в этом грибе точно не то я прочитала про этот гриб было написано что достаточно всего 50 грамм этого гриба чтобы ну короче отправить душу к богу вот а володя так хвалился хвалился такой гриб хороший нашел я кое-какие грибы знаю поэтому а кстати я между прочим посмотрела когда мы в том году ходили за грибами мы ходили намного позже мы ходили за грибами я по видео посмотрела 23 октября и вот тогда опять было очень очень много но они были уже все переросшие и мне тогда сказали запомни этот день и придите там я не знаю на две недели раньше и будут опята хорошие девочки кто начнет собирать опята мне прям сразу пишите я прям одна пойду не бойтесь я не потеряюсь будем надеяться в общем как-то так все выкинула все грибы один белый оставила но это я вам показала и сегодня я просто с него пожарю картошечку с с грибочком с этим вот так на уши все мои хорошие все мои хорошие теперь едем домой ой заниматься дальше делами я не знаю когда эти дела закончатся я наверно сначала для вас сейчас порежу блок смонтирую а потом пойду готовить ужин потому что у нас уже между прочим четвертый час но на ужин я сказала у нас будет жареная картошка с белым гриб с белыми грибами я скажу так кого но я имею ввиду володю если он вдруг побоится как есть это уже его проблемы у нас володиной работы машина поехала это уже его проблема правильно правильно значит останется голодным а я с удовольствием поеду между прочим я в том году а их куда между прочим я в том году когда жарила грибы я их тоже одна ел володя не стал есть ух это у них порода такая так уж они всего боятся он в маму пошел у нас и кровь тоже всего боится и володя такой же мнительный боится всего не дай бог что нибудь он не то съест так дизель у нас сегодня ойра 85 супер ойра 90 и супер плюс ойра 99 ладно мои хорошие я наверно с вами сегодня буду уже прощаться всем пока пока и до завтра мои хорошие пока 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 пока